Почему США верят в маленькую победоносную ядерную войну? 18 апреля 2019 года деловая газета «Взгляд. Почему США верят в маленькую победоносную ядерную войну?» Россия и США должны дать друг другу больше времени на ответный ядерный удар. Источник изображения Global Look Press В коридорах власти Вашингтона все больше людей верят, ядерная война допустима и в ней можно победить. Об этом заявил Ричард Берт, бывший американский эмиссар на переговорах с СССР по ядерному оружию. Росту агрессивных настроений помогают новые технологии, которые обещают защитить Америку от любого российского удара возмездия. Как Москва может снизить у ястребов соблазн применить ядерные боеголовки? Бывший глава делегации США на переговорах с СССР по СНВ-1 Ричард Берт выступил с тревожным предупреждением. С его слов, американские политики рассматривают возможность перехода к чрезвычайно опасной для всего мира доктрине, предполагающей, что можно вести ядерную войну и выйти из нее победителем за счет применения новых вооружений и технологий. «Мне кажется, мы начинаем в доктринальном плане, в действительном мышлении о роли и целях ядерного оружия расходиться с россиянами», заявил отставной дипломат в понедельник, выступая на ежегодном собрании Вашингтонской ассоциации по контролю над вооружениями. Берт напомнил, что в России по-прежнему придерживаются концепции гарантированного взаимного уничтожения, которая лишает смысла любую ядерную войну, хоть масштабную, хоть точечную. Однако некоторые лица в нашем правительстве начинают уходить от этой концепции, цитирует Берта Тасс. Это потенциально чрезвычайно дестабилизирующее развитие событий, предостерегает он. Эксперт имеет в виду, что окрыленные успехами последних достижений в развитии проамериканские лидеры постепенно возвращаются к стратегической оборонной инициативе, СОИ, знаменитой стратегией 80-х годов, времен правления Рональда Ригана, когда доминировала идея создания противоракетного щита, способного надежно прикрыть всю территорию США от любого ракетного нападения. Идея в итоге потерпела крах и Америка осталась вполне себе уязвимой для советского удара. Берт призвал вашингтонских политиков не просто возобновить диалог с Москвой ради выработки новых договоров по контролю над вооружениями, а начать глубокое обсуждение с россиянами того, в чем заключается функция ядерного оружия и как достичь стратегической стабильности. Напомним, Соединенные Штаты недавно решили изменить концепцию развития и применения своего важнейшего военного инструмента системы ПРО. Как писала газета «Взгляд», фактически президент Дональд Трамп вернулся к идее пресловутой СОИ, которую США пытались осуществить во времена Ригана и которую в шутку называли программой «звездных войн». Именно иллюзии о надежности современной пресс провоцировали у американских политиков мечты о маленькой ядерной войне, которая вполне может быть победоносной. О том, что система про США не обеспечивает безопасность всей страны, Путин говорил не раз. Например, летом 2017 года он прямо напомнил об этом американской аудитории в интервью режиссеру Оливию Рустоуну. «На сегодняшний день ракетный щит не смог бы защитить Соединенные Штаты», — сказал Путин. Он добавил, что в войне России и США, впереди она в горячую фазу, не выжил бы никто. Кроме того, США с прошлого года приняли на вооружение и новую доктрину точечных избирательных ударов в ответ на такую стратегию, которую якобы приняла на вооружение Москва. Эта доктрина как раз и подразумевает, что вполне можно устроить не Третью мировую войну, а небольшую ограниченную операцию с использованием миниатюрных ядерных зарядов. В концепции говорится, что Россия исповедует такого рода концепцию, и для того, чтобы ее сдерживать, массированное воздействие неадекватно. Ведь Россия не поверит, что в ответ на избирательное применение ядерного оружия США применит такие меры, сказал газете «Взгляд» директор Центра международной безопасности и меморан-академик Георгий Арбатов, который, к слову, хорошо знает Ричарда Бертолично. Исходя из этой концепции в США и решено развивать миниатюрное ядерное оружие. Часть баллистических ракет стратегического назначения на подводных лодках будет оснащена одним или двумя миниатюрными ядерными боезарядами малой мощности, пояснил академик. Это будет сделано, чтобы в случае применения такого рода систем со стороны России ответят тем же. Хорошо знаком с Ричардом Бертом и другой научный сотрудник и меморан, генерал-майор в отставке Владимир Дворкин. Берт затрагивает эту тему с целью разубедить всех, кто там так думает, заявил он газете «Взгляд». Напомним, что генерал-майор Дворкин в течение многих лет участвовал в качестве эксперта в подготовке договоров ОСФ-2, РСМД, СНВ-1, СНВ-2. Генерал согласен, что в США к власти пришли новые люди, не знающие ни опыта всех испытаний, ни расчетов американских ученых, которые уже давно показали, что ядерная война это десятки и сотни миллионов жертв даже при сокращенном ядерном оружии, которое сейчас имеется в России и США. Впрочем, Дворкин не исключает, что подобные настроения есть и среди российских военных, но их не высказывают вслух. Пентагону не стоит тешит себя иллюзиями, что Америка скоро станет неуязвимой для ракетных ударов. На самом деле никакой стратегической обороны, с точки зрения противоракетной обороны, с любыми новыми средствами не существует, о чем очень убедительно сказал Владимир Путин, напомнил Дворкин. Он подчеркнул, что наши межконтинентальные баллистические ракеты способны преодолеть самые совершенные технические системы ПРО. Любая стратегическая оборона, космическая, наземная, морская, не способна отразить массированный ядерный удар, добавил этих генерал-майор. Смотрите еще больше видео на YouTube канале «Взгляд». Юрий Зайнышев, Алексей Нечаев. Право на данный материал принадлежат деловая газета «Взгляд». Материал размещен правообладателем в открытом доступе. Редактор субтитров А.Семкин.